В группе проходит развивающие занятия. Сегодня ребята изучают птиц. Они уже читают, понимают разницу между пернатами и могут ее объяснить. В частном детском саду с малышами занимаются опытные воспитатели и педагоги. Их главная задача организовать самостоятельную детскую образовательную деятельность. И благодаря господдержке социального предпринимательства, в том числе во время режима самоизоляции весной 2020 года, все сотрудники работают уже не первый год. У меня ни один сотрудник ни разу не засомневался, стоит ли оставаться рядом со мной. И за это я очень хочу поблагодарить. Мы ни одного человека не потеряли. Мало того, что мы после открытия, когда разрешили эти работы, у нас как раз и пошли новые проекты, в которых мы сейчас развиваемся. Совсем недавно детский сад и образовательные центры получили субсидию в размере чуть более двух миллионов рублей. Эти средства пошли на аренду, ремонт, заказ мебели, установку кабинок в туалете для детей, закупку средств санобработки помещений и нового оборудования. Покупаем интерактивные доски, покупаем ноутбуки учителям, поменяли мебель. Мы закупили много дидактики. Мы свои тетради выпускаем. И как раз там эти деньги пригодились очень. Мы напечатали литературу для занятий. Деньги очень, кстати, надеемся, что эта поддержка останется. Кстати, субсидию Галина Владимировна получает уже не первый год. Такая поддержка и уникальные методики обучения детей дают возможность постоянного развития бизнеса. Если начиналось все с работы на дому и открытия образовательного центра в Звеникороде, то сейчас это пять центров, детский сад и пять школ семейного обучения. И в ближайшее время откроется еще одна школа. А в благодарность за помощь администрации предприниматель поддерживает проект «Активное долголетие». Педагог центра по ментальной арифметике проводит бесплатные занятия для старшего поколения в Одинцове. Педагог рассказывает удивительные вещи, когда к ним подходит и бабушка или дедушка рассказывает какие-то вещи, что реально прочувствовали, как мозги начали шевелиться, что перестало уже пугаться, что я вдруг что-то забываю. Вот поэтому мы тоже стараемся. Это, как говорится, долг платежом красен.